так что хочу немножко рассказать о своем тракторе очередном самоделки поделки потихоньку дело движется вперед делаю не спеша только во время скажем так по желанию вот у нас передняя часть вот у нас задняя часть задняя часть трактора нашего в субботу что сделал в субботу в субботу соединил поставил раму сделал балку качалку то есть балка качалка была готова только не было шарнира и качающиеся механизмы это только сделал сюда и сюда вот видно вот он качающийся сам механизм приваренный к балке то есть вот такая труба толстостенная и палец и палец точно тоже там там длина 15 сантиметров пальца самой трубы втулки на которой качается передняя вот эта ось здесь 13 немножко короче на длина не надо но и короткая тоже не очень конечно вот длина и 13 сантиметров я делаю можно 15 можно сколько угодно чем длиннее тем дольше были служить без всяких косяков и выработки чем короче здесь тем больше будет чувствовать удары и тем больше чем быстрее разобьет меня здесь она 15 сантиметров можно сделать 20 сантиметров тогда уже точно нас на 100 лет как я это дело все соединяю хоть и немножко показать вот такая вот плита вырезается 20 сантиметров 20 до 10 и и вот это 15 на 10 десятка толщина толщина десятка дней 30 дырка закручивается здесь и здесь вот это школе сама втулка палец палец тридцатка подороже тут не критично можно сколько угодно но желательно стенка чтобы было сантиметр вот здесь этот кусок трубы по размеру 13 сантиметров который скрепляет эту одну планку второй с верхней планкой затем это все приваривается эта труба тука приварится к этой поперечине меня вставляется сюда вставляется болт крепится и уже потом выставляете все по центрам вот по центрам коробки выставлена вот по центру коробки выставлена то есть палец меня идет точно точно по крестовинке и здесь здесь палец идет точно по крестовинке вот палец выходит сюда и здесь крестовинка ну чтобы не было никаких там косяков так люфт люфт есть здесь коробки их на шлицах играет сам когда он буквально играть если по центру я выставляю он буквально играет ну можно миллиметра два туда-сюда на поворотах туда это два миллиметра больше он не не играет короче то что все по центру если центр будет смягчен до движение собой движение на шлицах надо будет больше и ну и коробки я укоротил вот такой на такой уголок ставлю вот это как это называется живая сошка живая сушка я ее обрезал родную это москвичевская вот допустим да вот вот она такая вот я я ее обрезаю вот столько видеть сколько обрезал то что она она длинная не надо руль поворачивается с одной руль поворачивается так сейчас читаем раз два три 4 4 оборота вот раз вот два вот центр центр наш сделан то есть если лево повернуть она будет сделать раз два оборота поставить по центрам если право повернуть тоже 1 2 понятно так сейчас стою на место вот по центру стоит дальше затем вот нас сошка сошка да если если я не укорачивать эту сошку то получается что хватит повернуть руль только на один оборот и уже вывернется полностью не такое не надо надо полностью использовать шерегачный механизм рулевой колонки чтобы легче было поворачивать если она будет сошка были длинные уже повторюсь если сошка были длинные влево перну допустим достаточно будет одного оборота руля чтобы повернул полностью влево а еще один оборот в запасе запас не надо надо полностью использовать его для этих целей я укорачиваю вот эту саму сошку она мне получается где-то 10 сантиметров вот отсюда до сюда на 11 может быть вот затем беру привариваю сюда вот такую штуковину я только что вырезал только что выразил я из этой штуковины это передняя стойка фальсваген посад b2 старичок крокодил как его просто на роде говорят вот отсюда вырезал и отсюда же было взято ступица передняя ступица отрезана берется вот это фигнюшка то есть использую по максимуму вот тут пиццы использованы и вот сейчас это железячка будет приварена сюда и сюда будет вставляться наконечник от фальсваген посад b2 или golf или audi что все что угодно наконечники меня есть все покупали это все покупаю на разборке вот так будет и на потом стоять второй наконечник тоже вот одна стоит и есть покупаю сразу комплект как видно здесь ступица уже взята с подшипниками полностью на колесо здесь еще батизатор остался затем я отсюда возьму отрежу полностью всю эту штуковину и приварю ее к этой полураме ну это все я пока вам рассказываю что к чему сейчас я буду делать вам сделаю и покажу как оно будет выглядеть то есть это этот вариант который делаю я узел перелом а потом конечно все это духе лица то что здесь она кажется слабенько приварено затем раскос поставлю сюда сюда для упора поставится раскос приводится вот такой вот уже десятка железа и уже она на зло на излом не туда не сюда куда она денется кажется приварил нормально повторяю я не сварщик моя основная профессия музыка свою варю так по методу тыка прилипло значит хорошо не прилипло значит плохо ну ничего не отпадает вроде бы уже сколько делаю все держится крепко надежно вот силе и все что где ничего нет пока провалил там здесь угольничками здесь подсмазку будет выставлена штуцерок или как это называет везде все угольничками видеть или ничего не отпала так ну щас буду делать сама сами наконечники так вот готова наша наш любой наконечник вот он такого типа то есть тупо соединенные две два наконечника вот так сюда будет ставится один нажиматься гаечкой вот второй вот эту нашу часть эту нашу часть я надо опустить вот так ниже и приварить ее ну я бы туда подвести под низ и приварить получится ну где-то у нас здесь у нас получилось сколько сантиметров 20 наверно отсюда до сюда главное нам угадать угол 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 угадать какой угол угадать угол вот так вот видите вывод какой радиус вот отсюда вот отсюда вот отсюда вот отсюда вот нам где-то надо ее поставить примерно по центру потому что когда вы будете выворачиваться вот это вот здесь ограничениями видите дальше нам уже не выворачивается и сюда она больше напускает вот нам где-то надо и приварить примерно будет здесь чтобы максимальный угол был влево максимальный угол был право то есть что достаточно здесь было здесь было достаточно угла угла поворота чтобы нам повернуть или максимально влево или максимально право так ну вот прицепил я рулевую колонку с наконечниками долго пополучился пока знаете самое главное рассчитать чтобы два оборота полностью выворот и два оборота по центрам опять два оборота влево полностью выворот вот здесь затруднения с этими всеми расстояния колонка пока мне еще так сильно не провалено угол угол поворота вот и трубу вставил угол поворота где-то 40 ну не 45 ну 40 градусов точно будет потому что она возле перелома вот сама система вот наконечник один вот наконечник соединенные между собой тут я можно одну сторону подрегулировать если что но и не надо регулировать это уже если придется замену делать просто пальчики выбили новую штучку пара сварили примерно такое расстояние вымерли забили пальчик закрутили и камер на белькан я не показывал кстати при ремонте пальчики выбили этот этот новые два наконечника взяли между собой соединили приблизно так вставили и кататься опять здесь все это будет усиливаться естественно это это шейлер тоже будет усиливаться распорка будет стоять храме с той стороны с той стороны что все было жестко что все было надежно не так как же рассмотрел по интернету вездеходы один купил вездеход может специалист осободелки на там все подваливалась все полностью и задние задняя труба и помост с полтора очки было сделано и сразу же свернула такой делает надо делать все надежно так показываю вот руль у нас конечно же надо обшивку снимать вот у нас вывернут роль да делаем один оборот делаем второй оборот как она стала ровно далее делаем один оборот поворачивается делаем второй оборот все трактор у нас полностью в левую сторону колеса вот сейчас нас вывернут в левую сторону вот так у меня работает переломка все просто все надежно минимум минимум каких-то там запчастей минимум каких-то там токарных работ выточить такую вот тулку с пальцем одна здесь на качалку 2 планки эти можно вырезать самому заодно заказать на копейки стоит и все и весь узел узел перелома вот что я хотел показать сегодняшнем видео вырывая колонка естественно будет угариваться здесь все она просто сейчас в уголок прихвачен вот к этой к этому поворотному узлу механизму но она здесь будет все провалено все будет усилено чтоб колонка не оторвалась вот такая вот